всем доброго времени суток с вами Александр Контрашов новый ролик про будущее прохождение и так далее вот я еще пока что не писал ничего в тему в группе имею ввиду вот возможно даже может и не буду короче говоря неважно в общем смотрите сейчас когда наверное выйдет ролик не прямо сейчас но короче где-то на днях у меня сейчас идет прохождение этого ведьмака 3 естественно и lemony snicket series of unfortunate events lemony snicket 33 несчастья которые по фильмам вот и после нее также вторыми видео как и lemony snicket будет еще выходить терминатор salvation он там тоже небольшой я про эту про обе эти игры писал она была в предыдущем ролике и так далее просто потому что она сейчас будет выходить и терминатор salvation тоже записан вот добавиваю поэтому кашля но помимо этого будет еще у меня как минимум сейчас две игры то есть одну я сейчас пишу вторую я скоро прям начну писать и так далее и тому подобное вот я бы хотел честно говоря по это не то чтобы спросить просто сделать предварительный такой тоже анонсик вот вопрос будет в следующем в названии про опрос не спроста будет в конце значит так во первых будет прохождение игры james cameron avatar the game ну короче аватар по фильму джеймса камерон 2009 года а вот его тоже сейчас уже пишу вот записал несколько серий уже вот буду продолжать дальше эта игра которую сделали юбисофт в 2009 году а по и собственно по фильму аватар action от третьего лица в общем вот так вот там с актерами тоже из фильма и так далее а вот причем там даже выбор есть стороны как бы если такая компания определенную ну точнее там я уже дошел до момента где она разделяется я так понимаю там прям реально прям такие две компании посмотрю насколько будет интересно можно пройдут даже обе а вот это во первых во первых будет аватар вот насколько буду интерес не знаю сразу предупреждаю для тех кто посмотрит это в аватаре первые три серии я очень много читаю там целая энциклопедия по миру пандоры вот этой планеты на которой происходит действие и это просто пипец насколько не запарились насколько я помню они говорят там связывались джеймсом кэмероном ну в тесно как сказать они были в коллаборации с джеймсом кэмероном создавали эту игру и сюжетом пока что там ну сюжет как сюжет ничего такого вообще там нету стандартный сюжет для игры по фильму вот причем это как кстати говоря и терминатор это приквел то вообще просто причем причем сторонняя история про воде с теми же некоторыми персонажами второстепенными ты сам они же не за джейка салли играем вот так это к чему что будет много текста в первых трех сериях я там во второй и в третий я уже делал читал это в начале где-то примерно 20 минут потом остальная серия геймплей а вот и начиная с третьей серии я большую часть того что мне там самые большие тексты они там как эта планета как она устроена как она образовалась там реально физикой химия астрономия там прям все расписано там прям очень тоже запасно сделано с одной стороны вроде на мой взгляд ну перебор типа куда так подробнее просто или такой простенькой игры а вот другой стороны типа если кому-то будет интересно то реально пропрется поэтому если что это не то что я буду весь этот объем читать когда это выйдет во первых это можно будет перемотать если вам не интересно а во вторых я это буду говорю читать только потом уже там про врагов и вот такое то что я люблю ну без тиарий грубо говоря остальное буду просто пролистывать и вы если захотите на паузу поставить и прочитаете вот это в первых трех сериях потом будет сейчас вот дальше буду писать потом наверно будет уже полегче а то есть я не буду просто уже все эти штуки зачитывать я основное зачитал и пролистал это раз а вторая игра которая точно уже будет все прям уже хочу я уже не могу я даже и и грубо там сел поиграл одна из моих любимых таких игр которые в свое время как-то так это не окупились мирно прошли и никто их ну не то что никто но многие их не знают короче грая сингулярити наверное кто-то помнит что была такая игра а я ее свое время уже хотел начинать проходить потом думаю нет сначала надо будет пройти биошоки потому что сингулярити она настолько местами похоже на биошок что просто вот как говорится аж неловко вот а тут я чё-то как-то сижу в какой-то момент такой вот так погодите так я же хотел после биошоков типа сингулярити пройти елы-палы сингулярити ожидая вот она там не знаю серии наверно 10 будет она не слишком большая игрушка вот но я ее хочу очень пройти уже очень тоже давно вот единственный момент сингулярити скорее всего ну точнее не скорее всего прям вот ну буквально без всяких скорее всего это я себя скорее так больше подготавливаю до сих пор она будет в моем переводе то есть что это значит это поскольку вы как вы понимаете она посол как биошок то есть там записки там аудиологи и ну и соответственно так сюжет вот но там тоже там нолан норд и еще там актеры очень довольно хорошие на озвучке а вот и вот игры просто нет субтитров поэтому даже в репаках она либо полностью английская либо полностью русская единственное что жалко и обидно что записки они все-таки не сделали компиляцию озвучки и оригинального текста потому что видим субтитров не было решили не запариваться а те кто собирал эти репаки потому что допустим мы проходили когда ретанту к слову фенштайн а там же тоже я проходил версию в которой были переведены дождь там был весь русский текст и английская озвучка то есть все катсцены все разговоры персонажей были на английском я их сам переводил субтитрами вот а все записки были уже на русском есть тоже мне хотелось их почитать а здесь вообще все будет на английском вот включая записки но почему я так более спокойно к этому отношусь потому что в основном и записки и записки там в основном простые и не очень большие аудиологи там вообще маленькие вот и там не скажу что мало переводить но это грубо говоря никогда сан-андреас или саботера какого-нибудь перевести вот плюс я давно уже мне не выходило игр где я сам что-то переводил поэтому вот вот про фар край пока я помню где-то говорил что фар край приостановится помню то ли где-то я про это говорил если что можно будет отдельно про это сделать фар край когда комп если обновлю он будет проходиться дальше и точно так же в моем переводе вот и теперь собственно самое главное на какое время же сколько прошло уже вот замечать 6 минут обалдеть самое главное теперь опрос я тут в интернете уже тоже слышал какое-то время что вот-вот мол планируется выход от ремастера алан уэйка и тут вдруг там выйдет ремастер когда он еще выйдет тем более нет какая разница я все равно ремастер не потянет оригинал у меня в стиме есть вот я его в свое время на моноблоке пытался играть но он у меня очень сильно тормозил я там прошел пару уровней и бросил потому что просто потому что я не мог в него нормально играть хотя мне было интересно я хотел его пройти вот еще раньше давно я наверное где-то с час или два играл на иксбоксе в этом торговом центре поставил иксбокс и меня тоже понравилось как это там было там ничего сам по сюжету не понимал потому что там все было на английском вот там же какая история что алан уэйк он изначально был эксклюзивом иксбокс а вот очень долго потом там другом в тринадцатом что ли или в двенадцатом вышел и только в четырнадцатом по моему вышел на пока то еще там через два года что ли вот и в общем тому что на пока я в него так поиграть не смог а тут сейчас у меня все потянется будет нормально и так далее так вот объявили что ремастер оказывается выходит уже 5 октября то есть сейчас у нас 10 сентября меньше чем через месяц уже выходит ремастер и я собственно подумал я же после того как вот эти несколько мелких игр пройду наряду с ведьмаком 3 я хотел проходить начать трилогию у меня была трилогия биошок сейчас начать трилогию макс пейн трилогия макс пейн это мы как помним она от создателей как раз таки наоборот смысле алан вейк он от создателей макса пейн и рэмиди соответственно я хотел сначала типа макса пейна потом но последнее время у меня немножечко сломалась моя это госкать не избавился от своей такой надеюсь совсем избавился что надо игры проходить вот по порядку на себе как-то сделал установку в свое время что типа я вот игры буду проходить по порядку если я хочу пройти все игры студии ну там типа какого-то рэмиди допустим почти я не хочу не только гоночную эту первую совсем старенькую проходить хотя по моему меня тоже есть если ничего не путаю в стиме ну-ка на месте не запущен ладно пока что говорю может открыть раздавали бесплатно и за это забрал вот и соответственно по такой логике нас начал пройти максов пейнов потом можно приступать к алану уэйку а вот максов пейнов если собирался проходить всех трех вот кстати говоря опять же это должно было быть третьей игрой которую я объявлю ну точнее начало трилогии типа макс пейн а вот но прикол именно в том что я вот не знаю вот мне его проходить или нет и вопрос вот в чем я уже создавал опрос в телеграме ну не знаю насколько там раньше насколько быстро тролик выпущен ну грубо говоря сейчас записываю утром в пятницу совсем наверное где-то это в там не знаю в субботу воскресенье этот ролик выйдет вот на скидочке так сейчас кстати говоря один момент просто это у нас сейчас еще с римиди римиди термируется по коллекциям все разбито здесь в этом рэйман рэймаде даты фрайли у меня есть игра а вот она приступить смотровую можно будет или еще тип того вот а и теперь соответственно игру теперь вопрос такой вы хотите что я начал проход редкий случай когда я именно спрашиваю как то хочет потому что мне в макса пейна хочется поиграть и в алана века а вот алана века тем более вообще сам целиком ни разу не проходил как раз уже когда сначала у меня не тянул потом появился комп я думаю теперь уже надо подзапись так вот вот собственно вопрос после аватара сингулярити то есть это не сразу прям к выходу ремастера но где-то вот там в октябре мне начинать проходить трилогию макс пейн как я собирался либо его немножечко отодвинуть и начать проходить алана века с dlc americans nightmare сначала сам потом алан века american nightmare вот потому что просто если ждать пока сначала макса пейна а потом допустим даже следом за ним сразу же алана века внутри части макса пейна это наверное ну где-то до декабря я думаю где-то до середины как минимум а я естественно все три буду проходить не только первые две этих потом а там чуть другой и когда-нибудь третьего я макса пейна возьму себя тоже все ты всех трех пройду вот вот такой вот вопрос вот такое вот дело то есть сжато повторяю информацию сначала будет аватар джеймса кэмерона потом будет сингулярити ну там ведьмак 3 покажешь пока что я просто еще кучу ведьмака третьего записано как куча 23 серии сейчас какая залитая это 23 сегодня вот еще совсем рано с утра записываю сегодня выйдет 15 то есть на самом деле не так много то осталось надо быть ведьмака себе под записать что то же вот значит будет аватар будет singularity и теперь опрос наверное будет ссылочка ну первых может просто коммент писать автор и будет ссылочка у меня в сообществе но еще в группе себе сделаю опрос ну потому что видео теперь нельзя добавлять опрос раньше было можно в сообществе будет вопрос канала там просто два вопроса да нет то есть проходить начинать трилогию макс пейн не так там будет вопросу проходить алана вейка или нет алан вейк ну как вы понимаете даже с учетом того что там еще dlc он все равно быстрее пройдется чем трилогия макс пейн вот мы тогда мы после алана вейка начнем макса пейн вот так вот редкий случай меня просто мне хочется все понимаете мне уже сейчас вот тоже там заигрался еще посмотрел еще пошло такое на игры по фильмам и мне проходит такие которые не играл раньше такой что-то копаясь копаясь такой ну вот это такая вот аватар да хочу его тоже пройти начал играть и вот так даже ничего в принципе вполне себе нормально играется а потом такой блин а больше да где-то я листаю я не помню к чему где-то а от движен потому что сейчас немножко назад вернусь потому что на singularity сделала компания студии рэйвен софтвер под издатель под издатель был активижен рэйвен софтвер это граждане которые делали солдер форчон и в эфиринштейн 2009 года вот и соответственно такой а там внизу когда википедия просто читал там что-то про это про ими персонажами надо было то ли что-то еще к википедии а там внизу листаешь там типа другие игры рэйвен софтвер и там такой x-men origins вульверин такой болель точно я же еще форсомаху хотел поиграть говорят отличный слэшер а но росомаху ладно мы пока я его никуда включать не буду потому что потому что вот поэтому так вот скажите мне что это и кстати говоря то что я решил не играть по порядку во все игры наверное это будет даже относиться к играм студии монолит то есть я все равно хочу пройти все их игры но тем не менее наверное я буду теперь нарушать какой-то возможно порядок а вот я все-таки запишу наверное следующий их игрой которую именно вот их я имею ввиду не следующий сейчас вообще следующий их игрой которые будут проходить все-таки будет грант очень долго уже собираюсь и пройти просто последняя игра по моему движке которые вот когтя вот дальше все на ли тэхи у них пошло или там еще как это сценить из ауэйкен по моему но не поможем 3d по моему поэтому на оружие на ли тэхи сделано вот а потом можно будет допустим фир пройти там или или с версус придет потому что у меня это хотя бы трон какой-нибудь условный потому что у или контент потому что я вот видите я сбиваюсь постоянно потому что я столько же игр тоже монолитовских которых меня часто просят пройти учитывая даже сейчас у меня там все просмотры упали и так далее но я прохожу такое вообще не популярно хотя ведьмах 3 но неважно а вот жалобы про то что мало просмотров оставим на какой-нибудь другой ролик вот и соответственно можно будет пройти допустим трилогию фир или пройти дело это читать трилогию можно сказать элис версус предейтер потому что там первая часть 2 и этот как его называют ремейк 2010 года но первый не монолит делали но все равно если я буду проходить то я и первый проект постараюсь по крайней мере пройти вот поэтому скорее всего как то что это будет вот так вот вот такие вот одновременные новости и прохождение ну скорее все таки пойдет в планы на прохождение вот так а фоном наверное даже не знаю у меня немножечко фаркай праймала записано пошли себя тут играл в если не будет хватать я чего-нибудь еще запишу может то есть сингулярить вот так ну а за всем всем ссылки все в описании проходите подписывайтесь вступайте и так далее и за всем всем всего доброго и пройдите ответьте вопросе вот так все всем пока